Его истинная вера спасла его сына. Итак, Иисус опять пришёл в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошёл. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров» и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Во что из того, что говорит Слово Божье, мы должны уверовать на нашем духовном пути? Мы должны жить верой в Евангелие воды и духа. Мы должны жить духовной жизнью ради наших душ, чтобы получить спасение от всех грехов верой в правду Божью, а не ради нашей плоти. Мы должны проводить нашу жизнь веры ради распространения Царства Божьего. Мы также должны жить нашей верой ради спасения других людей, а не только ради наших душ. Сегодняшний отрывок из Писания начинается следующим образом. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино. Иоанна, глава 4, стих 46. Канна – это город, в котором Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. Там находился один знатный человек, у которого был больной сын в Капернауме. Услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и попросил «Приди и исцели сына моего», потому что сын этого царедворца был при смерти. Человек, который попросил Иисуса о помощи, по-видимому, был высокопоставленным лицом. Этот царедворец услышал молву о том, что Иисус пришел в Галилею и пошел к нему, чтобы попросить его исцелить своего сына от болезни. Царедворец пошел к нему и попросил его исцелить своего сына. Но Иисус отклонил его искреннюю просьбу, сказав следующее «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Однако царедворец умолял его снова «Господи, приди, пока не умер сын мой». На это Иисус сказал ему «Пойди, сын твой здоров». Царедворец поверил слову Иисуса, а по дороге домой он встретил слуг и услышал добрую весть «О выздоровлений ребенка». Слуги ему сказали, что его сыну стало лучше в семь часов вечера. То, что благодаря этому он и все члены его семьи уверовали в Иисуса, является темой сегодняшнего отрывка, который мы прочитали. Сегодняшний отрывок из Писания объясняет нам, почему нужно верить в Слово Божье и жить верой. Когда царедворец попросил Иисуса исцелить его сына, Иисус сказал ему «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Иисус очень хорошо знал неверующие сердца людей того времени. Они верили только если своими глазами видели какое-нибудь чудо. И Господу это очень не нравилось. Нам легко верить в Слово Божье и Ему повиноваться. Когда в нашей жизни происходят явные изменения, но Слово Божье говорит нам, что жить подобной жизнью веры – это неправильно. Господь говорит, что жить надлежащей жизнью веры – значит верить в Слово Божье и Ему повиноваться. Иными словами, даже несмотря на то, что в нашей жизни не происходит ничего особенного, если Слово Божье что-либо говорит, мы должны верить, что это исполнится именно так. Например, Писание говорит о молитве «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Матфея, глава 7, стих 7 Этот отрывок говорит нам о том, что Бог отвечает на каждую нашу молитву и помогает нам в повседневной жизни. Сказано, что наш Бог трудится вместе с нами и хранит нас. Господь отвечает на наши молитвы, решает наши проблемы, хранит наши сердца и умы и ведет нас по верному пути на каждом нашем шагу. Верить в это значит жить верой. Мы являемся алчными людьми, если верим в Бога и следуем за Ним только потому, что Он нечто для нас сделал. Люди, которые живут истинной верой в Слово Божье, живут не просто ради своей плоти. Они верят в Слово и повинуются Ему с верой в Бога. Люди, которые повинуются Господней правде, ищут прежде всего Царства Божьего и правды Его. Люди, сердца которых расположены к Богу, верят в Слово Божье, полагаются на Него и живут верой. Прежде всего, ищите правды Божьей. Господь сказал, ищите же прежде Царства Божия и правды Его. Матфея, глава 6, стих 33. Сказано, что основной целью нашей жизни после того, как мы получили прощение грехов, является поиск правды Божьей. Пусть целью нашей жизни будет исполнение воли Божьей. И давайте посвятим этому всю свою жизнь. Я говорю, что мы должны прилагать все усилия, чтобы исполнять волю Божью после того, как мы получили прощение грехов по нашей вере в Иисуса и в Евангелии воды и духа. Но если вы просто хотите добиться плотского преуспевания, значит, вы явно не живете надлежащей духовной жизнью, но ваша жизнь веры является плотской. Строго говоря, совершенно неправильно говорить. Вы станете материально обеспеченным, если уверуете в Иисуса, будете ходить в церковь и жить жизнью веры. Вы станете счастливыми людьми, если будете ходить в церковь. Многие супружеские пары станут счастливее. Вы будете благословенны, если станете ходить в церковь. Получив прощение грехов, мы в своей духовной жизни распространяем Евангелие воды и духа, чтобы другие люди получили такое же прощение грехов. Мы должны помочь им, чтобы они тоже обрели мир в своих сердцах и взошли на небеса, уверовав в Евангелие воды и духа. Принять на себя ответственность за дело распространения Евангелия воды и духа значит жить настоящей духовной жизнью. Если мы в первую очередь будем заниматься Божьим делом, мы на собственном опыте убедимся в том, что Бог даст нам плотское преуспевание. Служение Евангелию должно быть нашим высшим приоритетом. Тогда наша вера возрастет и мы будем преуспевать во всем и телесно и духовно. Бог хочет, чтобы мы расположили свои сердца к Его делу. Но если мы в своей духовной жизни не верим в Слово Божье, значит мы не живем настоящей духовной жизнью. Если для сохранения нашей веры мы всегда должны видеть знамения и чудеса, значит это не настоящая вера, а обычное суеверие. Бог хвалит нас, если мы верим в Его Слово и исполняем Его так, как написано. И мы должны жить, имея верное представление о том, что мы должны делать в первую очередь, а что отложить на потом. Мы не сможем жить должной жизнью веры, если будем оглядываться на наше плотское окружение и полагаться на Него. В сегодняшнем отрывке из Писания царедворец пришел к Иисусу и попросил Его исцелить своего сына от болезни. И действительно, люди просто ищут чудес, которые были бы видимы для их. Но они поклоняются Ему по-плоцки, если верят в Него, только когда видят некие чудеса прямо сейчас. И поэтому все слова, которые сказал Иисус, не имеют для них никакого значения. Как они могут во что-то верить, если они не видели этого своими глазами? Если они исповедуют сугубо чувственную веру, они не смогут жить надлежащей духовной жизнью, даже если они свято верили в Иисуса всю свою жизнь. Вот почему Иисус хотел, чтобы этот человек уверовал в то, что сказал Господь и повиновался Его Слову. Иисус хотел, чтобы Он получил прощение грехов, уверовав в Слово Божье. Бог и теперь хочет, чтобы вы трудились для Него и сами изведали Его чудеса с верой в Слово Божье. Бог даровал людям, которые верят в Его Слово, благодать, прощение грехов. Кроме этого, Бог удостоил людей, которые верят в Его Слово, ответами на их молитвы и одарил их всевозможной благодатью. Бог по-прежнему трудится для людей, которые верят в Его Слово и поныне. Неужели мы живем верой, потому что Бог удовлетворяет наши просьбы прямо сейчас? Или же мы повинуемся Господу с верой в Слово, потому что так говорит Слово Бога? Я уже сказал, что мы должны верить в то, что сказал Господь в Священном Писании. Вот что угодно Богу. Иисус сказал человеку, который уверовал в Него. Этот царедворец уверовал в Слово Иисуса и пошел обратно домой. Его сын полностью исцелился от болезни по его вере в Слово Божье. В своем Слове Бог поведал нам все. Верить в Слово Божье, как написано, значит жить надлежащей жизнью веры. Как мы должны проводить свою духовную жизнь? Неужели мы должны кричать в микрофон и возбуждать чувства людей в церкви, говоря следующее? Примите огонь! 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 И неужели мы должны говорить, я верю, что Бог исцелит тебя от всех болезней? Сатана, отойди от нас! Господь говорит, что если вы такое творите в церкви, и люди уверовали в Бога, потому что видели подобные знамения, это не является истинной верой. Господь говорит, что такая вера не является верой в Слово Божье. Сказано, что верить правильно, значит верить в Слово Бога и исполнять его так, как Он сказал. Истинно верить, значит стараться узнать, что сказал об этом Бог. Даже несмотря на то, что перед нашими глазами в данный миг нет никаких знамений и чудес, и расположить свое сердце к тому, что Он сказал. Даже несмотря на то, что перед нашими глазами еще нет никаких свидетельств в пользу этого. Мы должны понимать, что такова есть истинная вера, и тоже ее обрести. Это и есть истинная духовная вера, и все мы должны жить нашей духовной верой. Чтобы повиноваться Богу и жить духовной жизнью веры, мы должны служить Евангелию воды и духа и желать еще более широкого распространения этого Евангелия, вместо того, чтобы стремиться к большему плотскому преуспеванию. Люди с такой верой служат Богу. Чтобы послужить душам грешников, мы должны жить верой. Мы должны твердо верить в это слово и повиноваться Господу с верой в то, что все исполнится согласно Его слову, если мы будем повиноваться Богу. Потому что Он так сказал, а не потому, что Бог сотворил какие-нибудь чудеса. Мы с вами живем нашей духовной верой, если верим в Слово Божье и повинуемся Ему с верой. Но это не духовная жизнь веры, если мы колеблемся, не видя в данный момент того, что хотим увидеть. И если мы не повинуемся Господу с верой. И Бог говорит, что люди, которые родились свыше через Евангелие воды и духа, должны проводить духовную жизнь веры. И Бог говорит нам, что мы должны служить и повиноваться Ему с верой в Его Слово. Понимаете ли вы это? Мирские люди идут за Господом, только если видят своими глазами какие-нибудь доказательства. Однако рождённые свыше идут за Ним, даже если не видят никаких доказательств. Вот почему грешные христиане иногда не понимают рождённых свыше. Однако мы, рождённые свыше, обязательно должны проводить свою жизнь веры в Святом Духе, чтобы не говорили люди. Если Бог нам что-либо говорит, мы должны полностью верить сказанному. Если Слово Божье в Матфея, глава 3, стихи 13-17, говорят, что Иисус взял на Себя все грехи, когда принял крещение от Иоанна Крестителя и исполнил правду Божью, значит, мы должны верить в это так, как написано. Сам Иисус сказал, что Он исполнил всю правду посредством своего крещения, совершённого Иоанном Крестителем. Все мы должны знать и верить, что все наши грехи были переданы Иисусу Христу по нашей вере в Слово Божье. Это и есть духовная жизнь веры. Библия говорит, вот Агнец Божий, который берёт на Себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Вот что сказал нам Бог. Бог сказал, что Иисус взял на Себя все грехи мира до единого, приняв крещение, и поэтому мы верим, что все наши грехи были переданы Иисусу. Мы должны признать и уверовать, что все наши грехи были переданы Иисусу, даже если мы не видели этого своими глазами и ничего не чувствовали. Мы должны понять правду Божью своим умом и уверовать в неё своим сердцем. Получив прощение грехов по вере в Слово Божье, мы должны жить духовной жизнью веры, верить в Бога, которого мы не видим своими глазами, и повиноваться Ему с верой в Его Слово. Ныне мы должны обрести такую веру, которая ведёт нас к духовной жизни веры. В своей духовной жизни мы теперь должны выйти из детского возраста. Мы были счастливы, когда Бог сделал для нас то или иное в пору нашей духовной юности. Но после того, как мы немного повзрослели, мы должны понимать Слово Божье, признавая, что все благословения, о которых написано в Библии, принадлежат нам, «Коль скоро так говорит Слово Божье», несмотря на то, что в данный миг мы не можем видеть их явно. Понимаете ли вы это? «Мы должны проводить духовную жизнь веры, если мы хотим жить нашей верой, пока не предстанем перед Господом и до дня Господнего пришествия, то есть до конца мира. Мы непременно должны жить духовной жизнью с верой в Слово. Мы должны жить с верой в Слово, чтобы не говорили нам люди. И тогда мы обязательно вкусим обильные Божьи благословения. Если мы молоды в вере, мы склонны терять присутствие Духа в различных жизненных ситуациях. Мы счастливы, если то или иное наше дело идет хорошо и впадаем в уныние, если что-то идет не так, потому что наша вера еще молода, и мы не обладаем твердой верой в Слово Божье. Однако Писание гласит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. «Евреям», глава одиннадцатая, стих первый. Этот отрывок означает, что мы повинуемся Слову Божьему и надеемся на Него, потому что мы в Него верим. Мы не можем увидеть Бога. Однако сегодняшний отрывок из Писания гласит, Он поверил Слову, которое сказал Ему Иисус, и пошел. На дороге встретили Его слуги Его и сказали, «Сын твой здоров!» Он спросил у них, в котором часу стало Ему легче. Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила Его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал Ему, «Сын твой здоров!» «И уверовал сам и весь дом Его». Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Глава четвертая, стихи пятидесятый, пятидесят четвертый. Понимаете ли вы это? Сказано, что царедворец уверовал в то, что сказал Господь. Пошел, и все произошло именно так, как Он сказал. Наши надежды тоже сбудутся по Слову Бога, если мы верим в Его Слово и живем согласно Ему. Вера в Слово Божье и жизнь по Слову – это и есть духовная жизнь веры. Мы должны жить духовной жизнью веры. Мы с вами должны испытать свою веру, чтобы увидеть, правильно она или нет. И если вы являетесь последователем церкви, потому что вам нравятся ее внешние дела, потому что вы любите других святых, даже несмотря на то, что не верите в Слово Божье, и потому что у вас нет другого выбора, кроме этого образа жизни, значит, вы должны избавиться от подобной веры. Вы должны верить в Слово Божье и повиноваться Ему, потому что оно говорит только правду. Мы являемся мудрыми людьми, если верим в Слово Божье и повинуемся Ему, понимая, что Бог сказал об этом то-то и то-то. Бог дает нам многочисленные обетования в шестидесяти шести книгах Ветхого и Нового Заветов, и Он велит нам просто в это верить. Сказано, что все Его обетования исполняются в нас, верующих. Мы должны служить Богу, повиноваться Ему, проповедовать Евангелие и всю свою оставшуюся жизнь прожить с верой в Слово Божье. Мы живем с верой в Слово, которое говорит, что необходимо жить духовной жизнью веры. Мы должны понимать, что повиновение Слову Божьему с верой – это и есть духовная жизнь веры. У вас нет иного выбора, кроме как рано или поздно погибнуть, если вы живете плотской жизнью веры. Все мы должны жить духовной жизнью веры и искать Бога с верой в Него. Давайте проверим себя, чтобы увидеть, действительно ли мы живем духовной верой, и пусть все те из нас, кто родились свыше от воды и духа, живут духовной жизнью веры. Слово Божья. 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 Продолжение следует...